Биобезопасность Тест сверхгигиенического поведения заключается в заморозке участка расплода. Мы ставим отрезок пластиковой трубки на сот с расплодом. Затем заливаем в трубу жидкий азот. Мы знаем, что в конкретной тестовой пробе будет 144 ячейки. Вам также нужно позаботиться о людях, работающих рядом с вами. Это ваша ответственность. Необходимо иметь защитную одежду, очки, перчатки и делать все правильно. Но если у вас получается, то вы можете отобрать очень-очень качественных маток и получить хорошую цену за них. За таких маток люди заплатят больше. Мы хотим маток с меньшим уровнем поражения расплода, а это те, у которых развито сверхгигиеническое поведение. В ясный солнечный день нам нужно немного места для нашего грузовика с ровной поверхностью. Ровная поверхность – очень важный фактор, как и свободное рабочее пространство, вроде кузова автомобиля. Мы несем рамку с расплодом к грузовику и кладем ее на крышку улья. То есть сначала кладем крышку, затем рамку. Нам также нужно пометить эту рамку, чтобы понять, из какого улья мы ее взяли. Нужно дать ей номер. Затем мы ищем приличный участок сота с расплодом, максимально ровным, насколько это возможно. Накладываем трубку на сот и считаем пустые ячейки. Но перед этим необходимо проверить, чтобы расплод не был слишком старым. Вдавливаем трубку в сот, а затем заливаем жидкий азот в безопасную емкость и капаем его в трубку. Обычно, пока он не застынет. Требуется от 200 до 400 капель, в зависимости от вашего выбора. Азот капается на расплод и замораживает его. Вся суть состоит в том, чтобы не попортить печатку. Пчелы должны сами определить, что с расплодом что-то не так. Учуете это через крышечки сотов. Поэтому, чтобы не повредить расплод, мы используем жидкий азот. Если вы повредите ячейки, то это ошибка. Конечно же, пчелы удалят расплод в них. Затем мы ставим рамки в центр улья, где находятся пчелы-кормилицы, и оставляем их там на сутки. Вот и сутки прошли, минута в минуту. Затем мы вынимаем рамку, надеясь, что не осталось ни одной заполненной ячейки. Это идеальный результат. Если очищено 95% ячеек, матка отлично подходит для размножения. Даже 90% достаточно. В случае худших результатов, от 80% до 90%, матка подходит для производства трутней. Так мы достигаем наших результатов. Вы должны вести точные записи всех действий. Удачи вам! Я бы хотел видеть больше людей, которые проводят такое тестирование, чтобы мы могли обмениваться матками и трутнями. И каждому следует заняться этим. Работать наугад уже нельзя. Нравятся наши переводы? Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.